Привет, у микрофона Apple Explosion вышла iOS 8.4 с музыкальным сервисом Apple Music. В нём вы можете первые 90 дней бесплатно, а затем за 169 рублей в месяц скачивать музыку, слушать радио и следить за любимыми исполнителями. Давайте вместе разберёмся, что там и как. Запустив новое приложение музыка, я сразу столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что Apple даёт трёхмесячную бесплатную подписку, на вашем аккаунте должны быть 169 рублей. Деньги снимутся только после того, как вы бесплатно попользуетесь сервисом 3 месяца. То есть вы автоматически заплатите за четвёртый месяц использования. Но деньги не снимаются, если открыть приложение музыка и нажать на значок профиля в левом верхнем углу. Затем жмём «Посмотреть Apple ID». После ввода параметров Apple ID программа откроет страницу вашей учётной записи. Нажмите кнопку «Управлять» в секции «Подписки». Выберите подписку на Apple Music. В разделе «Подписка на Apple Music» передвигаем выключатель автовозобновления в положение «Выкол». После активации подписки вся музыка, которую вы покупали до этого, будет доступна во вкладке «Моя музыка». Слову о вкладках. Их тут 5. Первая для вас. Музыка, которая подбирается автоматически по вашим предпочтениям. Вторая новая. Вкладка для поиска новой музыки. Третья. Радио. Радиостанции, отсортированные по жанрам. Четвёртая. Коннект. Связь с исполнителями. В отличие от Spotify и тем более Google Music, сервис отлично работает на iPhone 5. Если зайти на страницу альбома, появится возможность добавить его в медиатеку, в избранное или поделиться с друзьями. Открыв дополнительное меню, можно включить радио, скачать альбом в офлайн, показать его в iTunes Store или добавить в плейлист. Немного изменился интерфейс воспроизведения. Теперь подложка окрашивается в цвет альбома. К тому же есть возможность добавить песню в избранное, посмотреть список воспроизведения и свернуть плеер. Также его можно свернуть свайпом сверху вниз. На экране блокировки также есть кнопка для избранного. Если попробовать поделиться песней, откроется приложение. С экрана блокировки этого сделать нельзя. В Apple Music музыку можно находить четырьмя способами. Слушая радиостанции, добавляя любимых исполнителей, выбирая исполнителей по предпочтениям, узнавая о новых релизах. Каждый способ заслуживает отдельного внимания. Начнем с радио. К сожалению, российским пользователям недоступна радиостанция Beats One. На конференции в ВВДЦ на станции делали особый акцент. Крутые диджеи, качественная музыка, круглосуточное вещание и интервью с известными исполнителями. Стоит сказать, что без Beats One мы кое-что теряем. Но радио доступно через американский Apple ID. Есть и другие станции, музыка в которых отсортирована по жанрам. Не сказал бы, что мне понравились предлагаемые песни. Возможно, нужно время для того, чтобы сервис мог подстроиться под вкусы пользователей. Кажется, Apple логично предположила, что вкладка «Моя музыка» будет самой используемой. И поместила ее правее остальных. На экране «Моя музыка» можно выбрать критерий, по которому музыка будет сортироваться. Артисты, альбомы, песни, видеоклипы. Можно включить отображение только той музыки, которая доступна офлайн. К слову, в офлайн песни скачиваются не очень быстро, но терпимо. Плюс в том, что в отличии от Spotify, они могут качаться и в том случае, если приложение закрыто. Поэтому, запустив Apple Music в первый раз, можете поставить на закачку всю любимую музыку и закрыть свое приложение. В «Моей музыке» есть отдельная вкладка с плейлистами. Здесь находятся не только созданные вами списки воспроизведения, но и автоматические. Чем дольше вы будете пользоваться сервисом, тем лучше будет работать вкладка для вас. При первом посещении вас попросят выбрать любимые жанры. Можно и даблтап сделать, если жанр очень нравится. А потом выбрать любимых исполнителей из предложенных. Во вкладке для вас предлагаются не только альбомы, но и плейлисты, созданные вручную редакторами сервиса. К примеру, есть плейлист, в котором находится 10 лучших песен с разных альбомов определенной группы. Отличная функция, думаю, даже не нужно объяснять почему. Вкладка «Новые». Сюда попадают новые альбомы исполнителей, которые оценила Apple. Вверху есть рубрикатор, и я очень советую им пользоваться. По опыту с iTunes сюда попадают очень популярные исполнители, и хорошую музыку находить сложно. Сортировка по рубрикаторам немного спасает ситуацию. Но в этом же разделе скрыты и одни из самых крутых функций. Чуть ниже вы найдете три вещи. Первая – музыкальные подборки редакторов Apple Music. Сюда попадают только избранные песни разных жанров, которые проходят через модераторов сервиса. Вторая – плейлисты кураторов, известных музыкальных журналов. К примеру, Rolling Stone. Сюда нужно идти, если вам нужна новая музыка, в качестве которой можно не сомневаться. И, наконец, третье – активность. Здесь можно попробовать плейлист под любую деятельность. Бег, готовку, вечеринку, работу или даже учебу. В каждой категории есть десяток списков воспроизведения. Здесь можно зависнуть надолго. Например, можно качать музыку для тренировки. У многих есть любимые исполнители, и следить за ними, к примеру, в Твиттере – это ад. Лента заполняется твитами с анонсами концертов, а количество полезной информации сводится к нулю. Поэтому Connect должен был стать своеобразной музыкальной соцсетью, где фанаты смогли бы взаимодействовать с кумирами. И он станет, но чуть позже. Пока в Connect очень мало информации, а та, что есть, работает кое-как. С момента анонса на ВВДЦ я очень ждал Apple Music. Я думал, что Apple Music станет точкой в поиске идеального способа прослушивания аудио. И он ею стал. Я знаю, что есть много аналогов, например, Google Music и Spotify. У них есть свои плюсы и минусы, и кому-то нравятся больше эти сервисы. Но если вы завязаны на яблочной экосистеме, то у вас выбора нет. Цена, удобство и огромная база песен сделают свое дело. На презентации Тим Кук сказал, что это кое-что еще. И мне кажется, что Apple Music это действительно крутой сервис, который станет распространенным как iCloud. Честно, когда выходил iCloud, я не думал, что я буду им пользоваться. Но сейчас я понял, что iCloud это действительно очень удобно. То же самое будет и с Apple Music. И если вы пользуетесь несколькими девайсами от Apple и еще не перешли на Apple Music, то скоро сделаете это. Пишите в комментариях, что думаете вы про Apple Music. Мне кажется, попробовать стоит, ведь 3 месяца дается бесплатно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Думайте иначе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...